ребята всем привет еще раз извините за технические неполадки к сожалению не можем нормально наладить связь попробуем еще раз это дело восстановить ну даже картинка лучше стало серьезно да да до этого была такая рябь сейчас кажется все хорошо но ты потому что и вот я сейчас смотрел ты мне идеально показываешь и сейчас вроде без остановки идет до задержки нет супер да да все я начал все я начал увлекаться и все и как я вообще подсел на это я не помню честно говоря это было лет шесть пять назад я по моему увидел бой карлоса кандита против этого с канадцем он дрался я не помню мак рори макдональд рори макдональд вот и я прям вот где-то наверное с тех пор я подсел на юси и и как бы потихоньку потихоньку и сейчас вообще не могу оторваться и сейчас здесь находимся за границей я здесь искал специальное место где можно посмотреть юси будет 17 20 и 23 вроде нашел потому что здесь с этим сложно вот и да люблю я про себя не могу сказать что я супер спортсмен да все это знают что я никакой не спортсмен и вообще антиспорт наверное скорее но я такой диванный диванный аналайзер я не знаю очень люблю смотреть очень более за тех с кем знаком лично их не так много но иногда они как бы появляются на арене вот и и вообще прям живу от субботы до субботы так вот чтобы чтобы быть в курсе всего я думаю только что очень многих удивил таки нет да ну все кто то есть из моих фанатов они они в курсе то что я болею я играю с девчонка играю за своей вот что для меня большая честь что меня позвали сюда как первого гостя вот этого совместного прямого эфира потому что я сейчас залез к вам на страничку почитал комментарии ну как бы их вообще лучше не читать никогда но я решил смотреть что пишут про то что я буду первым гостем столько негативных комментариев но я давно не читал что он может вам рассказать чему он может научить там то есть я не хочу тут приводить лично у меня шуба шоу но более о прикольно прикольно на самом деле в комментариях всегда есть негатив независимо от того кто к нам приходит и у нас до этого были эфиры с бойцами юси там всегда стабильно такая тема кому-то эти бойцы не нравится они об этом пишут так что понятно что к гостю из другой ниши у нас впервые гости другой ниши будет соответствующее отношение поэтому нет мы не было смысл даже туда погружаться я хотел спросить не буду такой момент у нас три турнира подряд ты только что сказал что будешь смотреть каждый из этих трех да я правда я я не знаю ветку там турниров но я знаю да да супер какой бой самый ожидаемый сразу спрашиваю я за хамза чимаева топлю жестко последнее время больше наверное даже его боя жду не то что больше чем конора против я но на чимаева срадуется смотреть да хамзат красавчик я тоже быстро очень стал его фанатом но есть нюанс к сожалению 20 января он должен был подраться и буквально неделю назад мы узнали что этого не произойдет есть проблемы с этим боем и его перено я понял может быть хорошо подожди пропадаешь да и не знаю какие боединки может быть кроме хамзата ты ждешь на вот первой бойцовской этой неделе который нас ждет с тремя турнирами может быть парьер макгрегор и что-нибудь еще но богем естественно но там я за макгрегора ведь я не знаю мне как бы он больше симпатичен чем парьер ну извините макс холлоуэй будет раз еще я холлоуэй тоже люблю кстати такой вопрос мы видели как ты спрогнозировал каким-то образом максимально точно происходившие в прошлом поединке хабиба может быть у тебя есть прогноз на бои холлоуэй а с кем холлоуэй с кем холлоуэй дерется келвин кеттер есть такой боец это тот кто дался забить я знаю но я за холлоуэй я может быть не сто процентов уверен то что холлоуэй выиграет но топить буду за холлоуэй а макгрегор парьер я за макгрегора то есть и ставлю на макгрегора и болею за макгрегора ты даже делаешь ставки да если охватить все твои ставки ты в плюсе как думаешь я в минусе я знаю то что я в минусе я потому что три раза ставил на бам-бам эту и васу то есть нормальные деньги уже мы с ним были знакомы ставим и и он три раза пролетел как раз он три раза получил нормально и то есть я я так молился за то чтобы он выиграл когда особенно в сиднее был и все проводился я я с ними со всеми с тремя знаком то есть мы познакомились в москве и и с марком хантом тайсон педро и русских имен и ты помнишь этот турнир был в сигне где они все получили по лицу и у вас самый последний однос вот там я много денег потерял тогда я помню слушай а как вообще получилось так что ты с ними подружился с этой тройкой необычных ребят ну потому что я увидел сначала боя то и вас и он там кого-то докаутировал я его зафоловил и видимо он когда летел в москву когда он был у главы муханта он видимо решил выйти со мной на связь потому что ему нужен был кто-то в москве с кем бы но он такой веселый очень парень и как бы мы с ним мы сидели в ресторане выбивали два дня с ним тусили очень много и и потом проиграл хант проиграл олейнику вот и потом мы с ним виделись еще в таиланде тоже тусовались вместе но он такой пацан который то есть ему все равно на на он он не общается с бойцами и все если он где-то принимает участие в турнире ему это неинтересно он просто любит отдыхать и и бить извините ебальники но он так сам говорит да вот и и как бы мы с ним на этом как бы вот сошлись то что он мы хорошо провели время в москве но хант проиграл тогда это была какая-то неудача они улетели и потом увиделись наиланде потом увиделись в дубае новый год и и и все потом они меня звали в австралию к себе не полетел потому что слишком далеко и начался этот карантин и короче не получилось сейчас я рад что он последний бой выиграл что он опять я потому что очень обожаю этого чувака это очень душевный парень ну прикольная история на самом деле а ты прямо на первом получается был на самом первом турнире в россии в олимпийском который был да ты лично находился на арене? в олимпийском он был разве? да 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 как тебе атмосфера? сильно ли это отличалось от того что ты видишь по телекартинке по трансляции? ну у нас это как-то странно немножко смотрелось но да нет вроде бы все все так и было как как обычно и показывают просто у нас публика не так реагировала как-то на бои как бы это первый раз все было и как бы может я бы не сказал что первый блинком ну просто какая-то атмосфера была не очень вау фееричная какая-то ну действительно обкатка была ребята впервые все это дело организовывали и обычно там было и мне больше всего конечно так скажем так какая дрожь пошла когда услышал голос Брюса Баффера когда он объявлял бойцов вот это по-моему было классно да да классно так вернемся к ребятам Тайту Иваса и раз ты с ним хорошо так дружен возможно вы обсуждали с ним ты точно должен знать что у него есть так любимая скажем так черта после победы на турнирах выйти в зал и забрать конь да да что ты об этом думаешь да шудрин ну это их это его фишка какая-то у них там много своих фишек он же вообще из считай из племени то есть это племенные какие-то да австралы но это вот его его такая история я бы не пошел на это типа вот на то что он делает просто пиво из чистого ботинка я могу наверное выпить но если туда все еще плюют сначала предварительно вряд ли я бы даже если бы он взял чемпионский пояс я бы на это не пошел наверное да ну там вроде никто не плюет рядом с ареной но в любом случае не они плюют сначала они плюют сначала в этот кроссовок ну да звучит так себе уже а может еще какие-то вещи забери тусовках в каких-то совместных какие-то еще странные штучки были у Таи ну блин очень много жрал я помню как как жрал так и жрет вот именно то есть вот все что есть в ресторане там два первых блюда три там горячих блюда и все это залить литром хеннесси просто потом вот так отрыгнуть в рубашку и биби в порядке вещей да забавно может быть есть еще какие-то бойцы международные или наши с которыми ты лично знаком которых ты поддерживаешь я поддерживаю но немного я сказал бы что я знаком из наших бойцов я знаком с Александром Яковлевым изначально наверное с первым с которым я познакомился я знаком с Салиба Гаудин это близко как бы раньше был раньше вот я знаком с Вовой Минеевым был да с Води Минеевым знаком с кем еще с Сашей Волковым мы там на связи через инстаграм он меня звал на турниры где у него не получилось выступить в Питере должен был быть бой у него помнишь я отложился да там был момент когда в Питере был UFC было такое в итоге был момент да но единственное я уже запутался в турнирах на Московском тоже была замена в последнюю секунду когда Забит дрался с Кэтером не помню должен ли был быть там еще Волков я уже все в голове перемешалось но не столь важно так а если брать не только это вот сейчас Хэллоуэй будет это Хэллоуэй будет драться с Кэтером с которым дрался Хабиб да? ой Забит Богомед Шагипов да да поэтому очень интересно как как раз таки Хэллоуэй выступит против того с кем дрался Забит ведь мы видели что получилось у Забита и вот что нам в выходе получится у бывшего чемпиона у Макса интересно будет посмотреть и отнести их бои да но он такой уже мне кажется мне кажется вряд ли Хэллоуэй вывезет ну ты знаешь он дважды дрался с Волкановски с чемпионом нынешним да? да и это было два очень хороших близких боя особенно второй после второго была куча споров некоторые считают что Хэллоуэй победил и должен был забрать пояс обратно посмотрим 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 и в целом за кем следишь? вот кто тебе нравится очень сильно из ребят не из наших а вообще из всех может быть есть какие-то бойцы прямо супер любимые мне очень нравится Хорхема с Ведаль мне нравится Нэй Диас мне нравится Шоно Моли мне нравится мне дофига кто нравится то есть много ребят за кем я слежу много ребят и я фолловлю в инстаграме очень многих и притом у меня мой инстаграм выглядит такое ощущение что я сам какой-то черный UFC потому что у меня или рэперы черные появляются или UFC окей и если говорить про новую школу современных бойцов кто сейчас активно выступает и на таком хайпе с этим разобрались может быть ты как-то погружался еще в былые времена не знаю во время старой школы прайда такого олдскула вот из старых боев тебе что-то нравится не погружался не погружался сейчас ты мне будешь задать вопрос и я ничего не смогу ответить не погружался а вот лет пять я плотно сижу на этом и все окей окей если говорить про последнюю пятилетку сейчас ты наверное знаешь что максимально в тренде всякая история с трэш-током у Масседеля очень забавные всякие истории бывают перлы Нейт Диас тоже за словом в карман не полезет о Мелле тоже самое про всех книг можно сказать поэтому вопрос тебе нравится трэш-ток и как к этому относишься? ну это часть шоу почему нет? мне нравится конечно они подгибают интерес мне очень нравится мне вообще нравится все что то есть я смотрю все выпуски эти дневники UFC знаешь там раз в неделю выходит которая до боев я фанат супер то есть ты в принципе следишь не только за самими боями но тебе нравится движуха на пресс-конференциях такая вся история, да? да, да, да а кто тогда лучший трэш-токер на твой взгляд? в настоящий момент? Конор Конор? ну сложно с этим не согласиться мне кажется Конор ты подписан на Конора в твиттере? да в твиттере, нет? в инстаграме, да а у меня твиттер, я забыл пароль у меня нет ты может быть видел, что Конор Макгрегора частенько ну прямо на грани со своим трэш-током и пытаясь поддеть многих ребят, с кем он дрался и с кем собирается подраться вот чувствовал ли ты хотя бы раз, что типа вот переборщил Конор или в рамках шоу это всегда не, бывало, ну как бы он может наговорить раз это же трэш-токинг это всего лишь часть шоу окей, окей сейчас только начался двадцать первый год какой поединок больше всего ждешь вообще в этом году? даже если он еще не намечается может быть есть какие-то парни, которых ты прямо хотел бы свести сам чтобы они подрались и ты это видел? мне нравится очень Энтони Петис я бы смотрел его бой и вот я не знаю, они в одной весовой или нет, я не помню например, забит Магомед Шарипов раньше был момент, когда Энтони пробовал биться в весовой категории забита сейчас он выступал аж на две выше но, к сожалению, ты чуть-чуть припозднился буквально неделю-две назад мы узнали, что Энтони Петис покинул UFC вот только-только это произошло да, ты что? да, он перешел в другую организацию у меня сегодня скажешь, в какую? где его искать? наверное, неуместно будет в эфире UFC Russia произносить название других лиг но в американскую другую организацию ушел я очень рад вообще с тобой знакомствовать сейчас потому что я понимаю, что это твой голос все время за катером как для турниры это ты и есть вот Давидовый царя? да, да, спасибо большое очень круто, я рад знакомству Алексея взаимно, максимально, максимально тоже здорово здорово, здорово я рад, что ты действительно смотришь раз ты узнал мой голос, значит ты реально смотришь турниры ха-ха-ха-ха давай поговорим немножко более лайтовую тему про уже рэперы вот на Западе довольно популярная сейчас история с тем, что вообще очень много селебрити и в том числе хип-хоп исполнители приходят на турниры, сидят в первых рядах дружат с теми же бойцами и некоторые рэперы даже пишут там, не знаю, песни под выход бойцов например, у Шона Омелли своя там песня, которую написал для него рэпер и Шон снимается в его клипе может быть, ты бы хотел как-то поучаствовать с каким-нибудь бойцом сделать, ну не коллабу какую-то, но такой совместный клип или что-нибудь такое может быть, даже не могу, типа, сам когда стучаться в закрытые двери и просить вы не хотите, чтобы вы там выходили в мой трек я знаю, что сейчас, вроде как, для Чимаева записал мой друг хороший геопика записал, типа, трек, снял клип под его выход я бы хотел, конечно, но, во-первых, это нужно, чтобы мне нравился самому этот боец а во-вторых, чтобы как-то мы с ним были знакомы я вот не вижу, то есть, если мне кто-то позвонит, например, незнакомый и скажет, что не хотел бы ты записать трек для для такого-то бойца, которого я там вообще не знаю я бы не хотел, но мне важна личность человека и если так себе бойцов захочет я не против абсолютно, я только за и сделаю все качественно окей, окей, почему бы и нет, будет, мне кажется, довольно интересно главное, чтобы вы сошлись слушай, у тебя была история с батл рэпом и есть один момент, ребята из, скажем так, нашей индустрии обратили внимание, что за твоей спиной стоял тренер по тайскому боксу как так получилось? знаком ли ты с ним? ты ли его позвал? в общем, можешь что-нибудь об этом рассказать? я понял, про кого ты говоришь про Женька Березина да, мы знакомы давно мы знакомы давно, дружим это мой хороший товарищ он ездил в Питер, чтобы поддержать меня а, прямо целедоправленно приехал вместе с тобой? да, да, я позвал а, супер может быть, тогда в этой связи, раз у тебя есть тренер по тайскому боксу и довольно известный может быть, ты даже тренировался с ним? или был ли у тебя опыт? не, не тренировался, заманиваясь на тренировки я быть готов не готов и вряд ли буду готов, потому что у меня обе руки сломаны в разных местах две руки вот и вообще я сейчас пытаюсь создать лишний вес, который я набрал за карантин я там 10 кг прибавил сейчас вот, сейчас бегаю иногда по утрам и все и пытаюсь правильно питаться это хорошее начинание особенно с учетом того, что Новый год как всегда у нас люди любят что-то новенькое начать ну да нет, я уже начал давно ага так последний вопрос вот из этой такой, ну немножко фановой тематики это вообще как думаешь, кто из рэперов мог бы выступать в мире ММА, в UFC может быть ты захотел попробовать но я уже понял про травмы, про все остальное но есть, может быть кто-то из коллег по цеху, кого ты видишь прямо не я точно потенциальный боец в рэпе у нас ну если если Денис Шиган тогда пойдет ну то есть он хорошо пиздится извините за выражение, но он может дать лещу но я не знаю, кто у нас какой-то да, наверное за Джигана я бы утопил если бы устроили это между рэперами в бои то я бы стоял на Джигана а ты знаешь, а Джиган ведь первый, кто интегрировал в свою пи... давным-давно это было, так что он действительно тоже в теме по всей видимости так давай тогда перейдем к вопросам от наших подписчиков, которые накидали именно тебе ответишь на них? давай, давай так, вот смотри я пытался у тебя узнать, кто из рэперов мог бы стать бойцом а вот тут парни спрашивают у нас кто из бойцов мог бы стать рэпером по твоей версии? да, много кто мне кажется, Нейт Диас может нормально зачитать а Ээээ... Ээээ... Масвидаль может нормально раздать ээээээ... А э-эээ... смысла е somos израил адыасо мне кажется, может быть хитмейкером вообще адыасо мне кажется может быть хитмейкером вообще а адыасо мне надо какой-нибудь умеет всё инцует и... да, куда-то по вывланий раздает и дерется — А как тебе, вот есть такой боец, Тайрон Вудли, бывший чемпион UFC, знаешь ли ты, что он пытался где-то год-полтора назад, вот как раз-таки в хип-хопе... — Не, я не слышал. Первый раз слышу. Я... да. — Может, и не стоит тогда, потому что люди чаще всего шутят, что он пытается убить других людей своим рэпом. Возможно, и не стоит. — Да, и есть куча мемов, мол, Тайрон Вудли зачитывает рэп, чтобы у других людей шла кровь, чтобы так побеждать своих соперников в октагоне, в общем, все в таком... — Ну, а ты можешь попробовать теперь послушать, чтобы понять, на каком это уровне примерно. — Хорошо. — Так, еще пара вопросов, значит, от ребят, которые на нас подписаны. Значит, в какое время тебя заинтересовал этот вид спорта, ты уже рассказал, примерно 6 лет назад. — Так. Хочешь ли ты попробовать в дальнейшем упомянуть что-нибудь о боях, о UFC вот в своих треках? — Может, упомяну. Я распишу новый альбом, и как бы мое увлечение просмотром боев UFC — это такой большой пласт. Я что-нибудь упомяну, что-нибудь скажу про бойцов, про бои. — Окей. Дальше. Еще ребята спрашивают, занимался ли ты единоборствами вообще? Ну, может быть, в детстве или какой-то другой промежуток времени? Что-нибудь упомянул? — Да, я занимался боксом и каратэ. Каратэ сначала года 4, потом занимался боксом года 3. — Круто. Отлично. — Ну и все. И на этом осталось. Я люблю большой теннис. — Большой теннис. Мне тоже по душе. Кто твой любимый теннисист? — Андре Агаси. — Старая школа, да? — Ну, я с тех пор еще. — Я 10 лет играл в большой теннис, как раз-таки тоже застал времена. — Я занимался. Я занимался теннисом, да, тоже все. Сейчас Роджей Федерер, наверное. — А помнишь ли ты Энди Роддика? — Помню. Помню Энди Роддика. Был такой. И Пита Самброс тоже помню. — Да, и Самброс тоже хорош был. Так, ладно, вернемся от тенниса опять к нашей теме. Значит, любимый боец? Банальный вопрос. — Любимый боец? У меня, наверное, Хорхе Масвидаль. — Да. Ну, как бы с Хорхеем Кандидом что-то у нас очень мало дерется. Если дерется, то его польза заканчивается. Поэтому я Карлоса особо не ставлю больше. — Ну, у Карлоса темные времена. Он победил сейчас один разочек. Но, в целом, все его последние бои были такие тяжкие для него. — Да. — Тут ты прав. Так, есть еще вопрос, после какого боя ты заинтересовался вообще UFC? Но ты, в принципе, в начальной трансляции тоже об этом говорил. — Да. — Что именно как раз-таки Карлос Кандид тебя привел в этот мир, можно сказать, да? — Ну, можно, наверное, так сказать, да. — Так, ну, в принципе, у меня один последний вопрос. Это как ты... Мы уже поняли, что ты смотришь турниры, ничего не пропускаешь. Но как ты в целом получаешь информацию о вот UFC, о новых боях? Это Инстаграм? Это Ютуб? Или это просто прямые трансляции? Все, все, что происходит? — Это Инстаграм. Это я подписан на... В Инстаграме я подписан на паблики типа вот вашего. Тут в первую очередь паблика. Я слежу... Есть группа UFC. UFC TV, которая можно смотреть круглосуточно и получать информацию об этом обо всем. — Ну, в общем, ты максимально погружен вообще во всех соцсетях, послеживаешь, да? — Да. — Круто, круто. Я говорю, мне кажется, многие люди, которые нас смотрят, очень удивились тому, насколько тебе это вообще интересно. — Очень интересно. — Алексей, спасибо тебе огромное, что согласился. И вот, как ты уже говорил, действительно, ты первый наш гость не связан с боями. — Спасибо вам большое. Мне кажется, я знаешь, какой-то экзамен, мне кажется, что я сдал только что просто. Спасибо вам большое за подарки, то, что вы мне прислали на Новый год. Это от вас же было там торт и футболка. — Конечно. — Спасибо огромное. — Вообще, от души. — Да, это от всего подразделения UFC Rush, от всей команды. Так что тебе спасибо, что ты тоже в нашей движухе, в нашей теме. Очень рад был с тобой пообщаться. — Всегда на связи, спасибо. — Алексей, последняя моя просьба. Нас смотрят ребята, молодые довольно. У тебя уже есть какой-то опыт побед на другой арене, на рейперской, или просто в целом достижение каких-то целей, планок, успеха. Вот можешь ли ты оставить, пожалуй, пожелания на всю жизнь, как им прийти к успеху? — Топите, делайте то, что вам нужно. Не слушайте никого. Если вам что-то нравится, добивайтесь успехов максимально в этом, в котором вы сегодня нашли. Не слушайте никого абсолютно. Слушайте только из сердца, и да пребудем с вами успех. — Спасибо. Это была трансляция на UFC Russia. С вами был Алексей Далматов. Он же Гуф. Я думаю, вы отлично знаете, кто это такой. И я, Давид Багдасарян, коммендатор UFC, и тот, кто ведет эти прямые трансляции на UFC Russia для вас. Подписывайтесь на Алексея, на меня, на UFC Russia, на Hardcore MMA. И будем с вами на связи. Скоро новый эфир, так что далеко не уходите. Проверяйте. Скоро будет анонс. Спасибо. — Спасибо огромное. Спасибо. Пока. — До новых встреч. — До новых встреч. — До новых встреч.